Здрасте, здрасте, здрасте. Он, по сути, начался еще вчера. Как вы помните, ворвался на стрим Хавк, сказал, что я... Спорим, что это самое, что три стрима понадобится, чтобы Бобру пройти эту первую миссию второй кампании. Вот. Я говорю, давай, давай поспорим. На тридцаточку забились. Я говорю, что пройду за один стрим, кто здесь сегодняшний вечер, без особых проблем. Вот. Максимальный уровень сложности, первая кампания. Тридцать битков. А Хавк в курсе, спор на деньги. Должен быть в курсе, конечно. Так, погнали. Начинаем миссию заново. Карта маленькая, но здесь сражение нужно проводить, прям, прям проводить, проводить. И очень многое будет зависеть от того, как мы героя будем прокачивать. Начинаем сначала. Сейчас накачаешь. Мускулы героев, че-то изи, да. Свора, свора. А свора это сколько, интересно? Свора это много. Так, а что от меня еще раз хотят? Пираты, вагонетка нужна. Так, а вагонетка у нас... Чтобы пройти, нужно... Собладеть вагонеткой руды. Погнали. Сможем справиться. У-у-у-у-у-у. Это не стрелки. Почему этот не успел проатаковать? Такой провал. Не, ну мы справились. Сейчас посмотрим, что нам по вагонетке расскажут. О, здесь два уровня дали. Приобретаем. Что там по вагонетке? О, стоп. Вот это он. Сейчас узнаем, что там по. Тарнум предложил поискать на этом островке. Пиратов, сказал он, похоже привлекают глухие места. Мы вошли в море глубокой ночью, чтобы никто не заметил нашего приближения. Перед самым рассветом высадились, направились вглубь острова. Там мы обнаружили лагерь Томми Крико. У меня возникло искушение напасть, пока они спят. Томми Крико и его головорезы были убийцами. Они заслужили самой худшей участии. Но если бы я так поступил, то не смог бы смотреть в глаза собственному отражению. Думаю, Тарнум заметил мою внутреннюю борьбу. Потому что сказал, будь Томми Крик на твоем месте, он бы, не задумываясь, перерезал тебе глотку во сне. Но я не хотел уподобляться Томми Крику, поэтому дал пиратам шанс. Я трижды протрубил в рог, а затем прокричал. Выдайте вагонетку Руды из Киллмара и человека по имени Томми Крик. Остальные не пострадают. Пираты, конечно, предпочли драку. Ёппересетэ. Так, это не наш вариант. То есть мне нужно захватить штуки, которые плодят народ. То есть мы вот отвоевали кентов, расплодились. Потом надо отвоевать каких-нибудь, не знаю, грифонов, например. Свора. Ёппересетэ. Может быть начать с кочевников. Жесть какая вообще, что это? Что это за наркоманская миссия? Погоди. То есть мы, что мы? А что мы? Здесь приплода нет. Сюда мы пройти не можем. То есть все, на что можем рассчитывать, это... Это кочевники. То есть моя задача была пробить кочевников. Давай попробуем пробить кочевников. Может там не так много как грифонов. А потом помотаем, закупим еще кочевников и пойдем грифонов пытаться убивать. Такой вот у меня план дикий. Как же они рубят! Ё-моё! Нет! Нет! Извините. Надо их поставить на второй... На второй этот... Они и так во втором ряду стоят. Как же вы так... Справимся или не справимся здесь? Плюс морали раз-два. Справимся. И у нас начнут при... 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 Плаживаться, приплаживаться, прирастать. Прирастать еще кочевники. Это хорошо. Ратное дело первой ступени. Ратное дело четвертой ступени. Пару уровней получили, да? Я бы сейчас записался на всякий случай на буст 3. И сделал следующим образом. Ждем полгода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опа! Опа! Капец. На мой активизировался барсук. Ах ты гад, а. Что, на развитие пошел? И нападает! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Ну что это такое? Просто без шансов. Так! То есть пошли коррективы в игру, да? А-а-а-а-а-а! Светилища здесь нельзя, не зря поставили. Это как раз способ избавиться от вражеского героя Чтобы он тебя не грохнул То есть ждать можно без привязки к врагу, да? Только надо будет от него убегать Ха-ха, блин! Такая игра от RolloLock Ждем еще смесец сок Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь И раз, два, ага Уже герой захватывает Три, четыре, пять, шесть, семь Восемнадцать раз Сорок четыре, два Двадцать один И двадцать О! Он поплыл Десятого уровня Да, я думаю, может стоит перехватить его Ну, сам решил перехватить меня Но у него армия здесь никакая абсолютно Да, Bloodlast Да, герои высокие Надо сейчас своих подблочить Черт, там Bloodlast Герои Ооо, давай блочим кентами Просто если мы сможем от него избавиться Но мы не сможем от него избавиться Побежал в атаку Надеюсь, он напорится на... Сильно Это очень удачный момент для атаки Вспоминаем, сколько их было Может у него артефакты, кстати Ооо, у него могли быть артефакты Могут быть артефакты Ни в коем случае не давать уходить ему Минус два вражеские героя Давай артефакты, давай артефакты Давай Уровень... Да, артефакты, да! Так, герой получает магические энергии Артефакт Кольцо, артефакт, жизни, арбалет, медаль Против страха, чушь какая Не, ну вот это вот колечко здоровья героя Это хорошо Арбалет, неплохо Что делаем? Перехватываем шаманов Что же еще? Там реально просто подкрепа идет Ааа, что? Давай, со мной, давай, дуэль Иди сюда Оооо Это весь его накопившийся прирост Без героев Шумида Но если мы избавляемся Мы нейтрализуем абсолютно все Что вот он за эти месяцы Понимаете, цы Поднастроился своего несчастного замка И справиться без героев Будет значительно проще с ним Ну что Пробуем взять кочевников наверху Я бы увел вообще героя Не хочу им подставляться Он неопытный Раз Два Ой Плюс мораль Отлично Я первым начал берсерками атаковать Главное, чтобы сейчас героя не убили Плюс мораль Только не единичку Молодец На хороший стак побежал берс Мы сохранили Пачку Просто пачку Кентавров Мы сохранили По крайней мере Половину Берсеркеров И Слушайте, ну это уже неплохо То есть 100 кентавров Остался не бит 4 кентавра 250 Ратное дело Ратное дело Тактика Уже хорошая тема Так, я бы сохранился Да, сотни огров Блин Ну это жесть, конечно Ну смотрим, пока он не вышел Да, надо вот этот сейф брать Ну от вражеского героя мы, если что, прячемся в святилище А судя по всему, нам надо будет это сделать При этом нам нужно контролировать все нычки Захватить грифонов А грифонов там уже, наверное, 200 штук Все одно и то же Сокол Хайни Сейчас, подождите Халло Да нет, у меня там челлендж на 30к С хавком У меня шансы, конечно, есть Но подождите, я на громкую поставлю Секунду Соколик, тебя чатик слышит Давай, поздоровайся, пожалуйста Привет, я в тебя верю Сказал, что у тебя есть шансы Значит, я в тебя верю Давай, не буду отвлекать Но если ты все-таки сдашься Может быть PUBG Давай А сколько, через сколько ты сможешь PUBG? Ну... Ради тебя прямо сейчас Ну ладно, давай Тем более, что с хавком мы не спорили Это с Днем Дурака поздравляем зрителей Так что гоу, рыбачьте Пока Минус 30к У мамки твоей минус 30к У нас все отлично Чатик, такие вы нубасы Щеглы поверили С первого апреля, нубасы Откуда у хавка такие деньги? Вы что? Он же не спорил Только честно, скажите, кто повелся? Вот кто повелся? Честно Вот кто поверил, что челлендж? Пив Пау говорит Вольф Дизель Да ладно Серьезно? Поверили? Не, ну я вчера Да, алло, алло Это было Они поверили, прикинь? Лол Такие нубасы вообще Да Продолжение следует... Продолжение следует...